А в гостях у нас сегодня Сергей Рогожин, певец, заслуженный артист Российской Федерации. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Просто воплощение красоты. Да, вот в вашем понимании, что же такое красота и кто он, красивый человек? Мне кажется, что все то, что вы перечислили в начале, это есть правильно, но, на мой взгляд, не эта красота спасет мир. Потому что все, о чем вы говорили, это зацикленность на себе любимом, и это такая немножко эгоцентричная позиция, кто он красивый человек, красивый внешний, красивый внутренний и так далее, и так далее. Нет. Значит, красота та спасет мир, который направлено изнутри наружу. Потому что если я вижу мир красивым, он таким для меня и будет. И если все будут видеть мир красивым, он будет красивым для всех нас. Тем не менее, все мы любим за собой ухаживать, выглядеть хорошо, одеваться красиво. Это другая история. Помню, сейчас уже немножко все на этом помешались. Нет, нет, не помешались. Это правильно. Правильно? Конечно. Если исходить из Библии, которая, на мой взгляд, является основой всего, да, вот, абсолютно верно, то там есть такая фраза «возлюби ближнего, как себя самое». Если ее расшифровать, потому что Библию иногда очень неправильно трактуют, да, то есть как бы ее нужно правильно читать, мы никогда не сможем полюбить другого человека, если мы не любим себя. Поэтому изначально все начинается с отношения к себе и с любви к себе. Некоторые люди, вот барышни, например, да, бывает довольно часто, они могут выйти замуж, да, для них это большая проблема. Они начинают себя накручивать, пилить, да. Исключительно по той причине, что они считают, что они этого недостойны. Они считают, что вот, ну, кто же меня полюбит, смотрит на себя в зеркало и думает, так, вот здесь у меня что-то кривоватое, здесь не так, а вот здесь бы немножко убрать. Я здесь немножко добавить. Они в этом плане пытаются улучшить то, что уже создал Бог. Он тебя создал, и ты, пожалуйста, полюби то, что создано. Полюби творение Создателя. Если ты себя не любишь, как ты можешь любить других людей? И кто будет тебя считать достойной любви других людей? Поэтому вы правы с точки зрения даже ухода за собой, потому что наши намерения определяют наши действия, да. А что мы делаем? Если мы ухаживаем за собой, значит, у нас есть намерение быть приятным, красивым, интересным. Любить. Если мы этого не делаем, значит, и не было таких намерений. Кстати, по поводу вашего имиджа. Кардинально он поменялся. С чем это связано? Да. Вы знаете, по-разному связано. Изначально я, кстати, экспериментировал много раз с волосами. По-моему, я это уже стригусь за 50 лет. Уже вот так вот наголо, последние 25 лет, да, потому что в детстве-то меня, конечно, коротко стригли. А, я возвращаюсь в детство. В детстве коротко стригли, поэтому потрашивали шевелерность. Фактически, потому что меня родители стригли наголо, да, вот такая стрижка. Она стоила 7 копеек. А сейчас у нас стоит 7 тысяч. Да, без понятия. Я просто брил сам, а и все, а сейчас отращиваю до не брею, а потом хожу к стилисту. Значит, я думаю, что это было сделано из экономии, прежде всего. И так меня стригли в детстве. О, из экономии вообще не стричь. Да, вот в детстве. А в школе ругают в советские времена. Вы не забывайте, в какое время я учился. И, значит, тогда меня стригли наголо, где-то класса до 7-го, чуть ли не до 8-го. Это всех под одну гребенку, наклассников? Да нет же, нет же. Мои родители так меня стригли. Я страшно переживал, потому что у нас уже мальчики в старших классах, им уже позволяли носить более длинные волосы. Это так модно было, потому что были Битлз, да, там вот разные группы, на которые люди хотели быть похожими. Потом группа Квинн появилась. Это же все вот моя юность. И, конечно, мне тоже хотелось длинные волосы. А мне родители не давали. Они все время стригли наголо. А сейчас у меня получилось уже... Ну, так я периодически тупо стригался и потрачил. Вы простите своих родителей, теперь поздравляйте себе. Ну, давно. За канаву за 40 копеек, да? Я теперь понимаю, что все с точки зрения целесообразности и практичности. Это во-первых. Во-вторых, меня 4 года назад пригласили сниматься в кино. Вот я обрился наголо. Меня пригласили сниматься на роль афганца. И начались пробы уже. Фильм должен был сниматься в Казахстане. Но, к моему большому сожалению, съемки не состоялись. Там умер продюсер, и фильма не было в результате. Ну, а я пару раз на лето постригся наголо. Что-то как-то мне понравилось. Тут же меня пригласили еще в 2 сериала, где я бандита сыграл. Иранска как бы. Я с такой перчоской сыграл бандита конкретного, да? Ну, как-то вот образ бандита с вашим таким ярким творчиком вообще не согласился. Смотрите внимательно. А вы посмотрите сериалы с моим участием. Я там играю бандита на самом деле. Как удается перевоплощаться? Куда девается внутренняя красота при этом? Я же актер. Я же актер. Кстати, мне больше нравится больше, может быть, актером быть, нежели певцом? Мне нравится процесс самореализации. Я нахожусь в постоянном процессе самореализации. Через что это происходит? Через мое увлечение бизнесом. Я еще бизнесом занимаюсь, да? Через мое увлечение вокалом. Это процесс творческий или актерский. Я вообще по диплому режиссер. Я не певец. Поэтому, если у меня еще будет какая-то постановка, я вообще буду счастлив. Я сейчас играю в театре на Коломенской спектакле. Каждый четверг спектакль называется «Больше, чем любовь». Это для меня огромное удовольствие. Там мне как актеру платят небольшие деньги, потому что это невозможно, да, заплатить мне такой гонорар, который я получаю на концерте, например, на сольном. Но я это делаю не из любви к деньгам, а из любви к обществу и для собственного удовольствия. Вообще, если мы в жизни делаем для собственного удовольствия, это еще одна составляющая нашей красоты, еще одна составляющая нашей любви к себе. Потому что делать против удовольствия – это издевательство над собой. Зачем мне нужно издеваться над собой? Я вообще не понимаю. А психологически, наверное, что-то не так в голове. Психологически так – это когда у вас положительная установка на все, что происходит вокруг вас. А как ее добиться? Позитивно. Очень просто. На самом деле, очень просто. Я приведу два примера. Первое – это мое любимое высказывание актрисы Мэрил Стрип, которую я бесконечно обожаю, уважаю и люблю, которая сказала, что быть счастливым очень просто. Нужно только любить то, что есть и никогда не жалеть о том, чего нет. Как просто, красиво. Совершенно замечательная фраза. А что такое позитивный настрой, как вы говорите? Я еще просто бизнес-тренер. Просто многие люди не могут подойти. Меня только включите, я проведу сразу же тренинг. Многие люди просто не могут подойти к зеркалу и сказать себе, я себе нравлюсь, или я люблю тебя. Да, им проще сказать себе. Как мышление, перенастроить. Какие-то у меня синяки под глазами. Вы знаете, надо с чего-то начинать и надо что-то преодолевать, потому что успех, он находится за зоной комфорта. А преодоление ваше – это всегда покидание зоны комфорта. Зона комфорта – это ваша привычка, на самом деле, это не то, где вам хорошо, а то, где вам удобно. Вы к этому просто привыкли. Позитивный настрой – это очень просто на самом деле. Позитивное мышление – это думать о том, чего хочется на самом деле, и не думать о том, чего не хочется. Вот простой пример. Вспомните студенческие годы. От сессии до сессии живут студенты весело. То есть студент нифига не учил, подходит время сессии, он за одну ночь умудряется выучить все билеты, естественно, тут же на следующий день после сдачи их благополучно забыть, вот такое образование. Но, допустим, он не выучил 21 билет, а все остальное выучил. И вот он идет тянуть билеты, но он, как показался ему, допустим, очень сложным, он идет, какая мысль у него в голове? Только бы не вытянуть 21. И что он вытягивает? 21 по вероятности 95%. Вот видите, я не вру. Почему? Потому что у вас в голове то, чего вы не хотите. Это не позитивное мышление. А вы знаете все остальные билеты? Значит, вы идете и говорите, пятый, я хочу выйти на пятый. Вот что хотите, о том и думаете. Вот вам самый яркий и простой пример позитивного мышления. Но а как же вот поток, вихрь вот этих мыслей-то, вот они бродят в голове. Тяжелая жизнь, да. Как вот с мыслями-то с этими бороться? Они же все время. Ну а для чего голова-то и мозги? Ну что? Нет, жить нужно осознанно. Если вы живете неосознанно, и будет этот вихрь. Это выбор за вами. Либо вы живете в хаосе, либо вы живете осознанно. Живем в хаосе как-то дальше. И как-то вы себя-то дисциплинируете. Это очень правильно. Вы знаете, был... Но это может войти в привычку потом. Да, да. Были правила этикета раньше, да. То есть дама, когда она в кринолине, в напудренном парике, она никому не жаловалась на мигрень, там, шоку, пугу, там и так далее, и так далее. Но у нее была цвета прислуги. Ребят, это называется, она себя держала в тонусе. И она себя что такое? Это аристократия. Потому что демократия в переводе означает что? Власть народа, да, власть толпы, демократия. А аристократия это власть духа. Поэтому если вы аристократы и держите свой дух во власти, и вы себя дисциплинируете, и вы знаете, что с этим делать, если... А все остальное, вихрь и хаос, это все от невыносимой бесцельности существования. Понимаете, если есть четкая цель, вы все остальное подчиняете этой цели, и вихря не будет. Но сегодня легко об этом говорить. Как вы сами к этому пришли? Да, наверное, все-таки были какие-то поворотные... Это же не отражение. Да вы такой умный. Да, как вы смогли себя перенастроить, вот эту ручку повернуть? Вы знаете, не всегда, не всегда бывает. Каюсь иногда, я тоже допускаю момент, когда я начинаю ворчать. Но мы же не роботы, да, то есть в какой-то момент... То есть ругаться и злиться тоже нельзя при позитивном. Ну, желательно не надо. Но дело в том, что есть чувства и есть эмоции. Мы должны жить чувствами, но не эмоциями. Да, нужно понимать, что я чувствую в этот момент. А чувства это более сильное. Не нашу эмоциональную оценку происходящего, да. Чем отличаются чувства от эмоций? Ну, давайте, вот представьте себе, да, я зашел, меня сейчас не встретили, да. И я начинаю говорить, какая дрянь, значит, там, что за плохая подготовка, там, и так далее, и так далее. В этот момент нужно отследить не мои эмоции по этому поводу, а мои чувства, что я чувствую. То есть я чувствую негодование. Досаду. Досаду. И я понимаю, я в этот момент, если я себе разрешаю, это да, но я сейчас немножечко еще там поворчу, погневаюсь, а потом я перестану и снова вернусь в свое обычное состояние, так сказать, позитивного мышления. Или эта злость и этот гнев становятся навязчивой идеей, портится настроение. Я это дальше, естественно, дублицирую и передаю всем, кто меня окружает, кто бы мне не позвонил. А вот вы знаете, так иногда бывает, к человеку приходят... И отсюда возникает мысль, что все вокруг неадекватные. Естественно, естественно. А все вокруг, это знаете кто? Зеркала. Они все отражают только наш неадекват или адекват, да. То есть они отражают наше состояние на данный момент. Они, опять же, мир и Вселенная, он неплох и нехорош сам по себе. Он является только отражением нашего отношения к нему. Вот как мы относимся, так и есть. Да, ну, а вы какие-то книжки, наверное, специальные читаете? Не то слово. По саморазвитию. Нет, у меня прямая связь с Богом. Ладно, давайте об этом поговорим с вашей постной рекламой. Друзья, возвращаемся в студию на Невском. Сегодня у нас в гостях очень яркий творческий человек Сергей Рогожин. Мы остановились на том, как же вы пришли вот к этому состоянию позитивного мышления. Вот Катя начала спрашивать про книги или, может быть, какие-то, не знаю, философские там учения стали читать, да? Есть очень простой способ. То есть я стал взрослым, да? Во сколько лет? Для меня, сейчас я вам скажу, произошло это где-то, ну, это несколько этапов было. Да, первый этап был, я думаю, лет в 20, второй этап был лет в 25, и третий этап был лет в 35, когда это уже совершенно было все осознанно, и уже я был абсолютно к этому готов. Ну, возраст Христа 33, да, я чуть-чуть там перебрал, 35 лет, да, начал осознанно. Знаете, в чем дело? Что для меня такое взрослый человек? Это не метрика, да, то есть это не данные паспорта. Мне вот сейчас 50, да, исполнилось, и некоторые люди доживают и до 50, и до 60, и до 70, и остаются детьми. Ребенку, ребенком быть, ребенком, это так есть, это неплохо и нехорошо, зачем мы это будем оценивать? Ребенком быть очень легко, скажем так, это неплохо, это легко. Почему? Потому что у тебя нет никакой ответственности. Потому что вокруг есть взрослые третий. Да, потому что нет никакой ответственности, и ты можешь ответственность положить на кого-то другого. А в детском возрасте это простительно, так и должно быть, нормально, мы должны отвечать за детей. Но взрослый человек начинается тогда, когда он говорит сам себе, с этого момента я отвечаю за каждое свое слово, за каждый свой поступок и за каждую свою мысль. Вот ответственность, да, мера ответственности, это для меня мера взрослости. И мера осознанного подхода к жизни. Поэтому если я беру на себя ответственность за свою жизнь исключительно по одной причине, потому что это моя жизнь. И я думаю о себе и о своем будущем, опять же, по одной причине. Потому что это мое будущее, и потому что это дальше моя жизнь, и мне дальше в нем жить, в этом будущем. Понимаете? Поэтому я, вот как бы я подхожу с этой точки зрения. Ваш приход в бизнес, это как раз вот зона ответственности. В 37 лет, да, в 37 лет. Практически вот это третья века взрослого. 14 лет назад уже, я 14 лет уже работаю, да. То есть это именно, чтобы знать, что завтра у меня будет светлое будущее, завтра я себя обеспечу и своим родным. Вы знаете, оно и так у меня было светлое достаточно, но оно было так в тумане немножко. То есть четкой цели не было. Ну все, у актеров, певцов, наверное, сложно прогнозировать действительно вот стабильность какую-то. Потому что сегодня есть успех, завтра нет. Понимаете, если ставить знак равенства между успехом и стабильностью, или ставить знак равенства между количеством показов по телевизору, между количеством концертов, или в конце концов количеством денег, которые ты зарабатываешь, да, дело в том, что деньги это ведь не самоцель. Деньги это инструмент. Это инструмент для осуществления каких-то моих проектов. Я пришел в эту жизнь, и, уверяю вас, вы пришли в эту жизнь не ради денег. Дорогие мои, в гробу карманов нет. Понимаете? Мы должны жить с мыслью, что все мы когда-нибудь умрем. И мы приходим в этот мир для того, чтобы развиваться. Мы приходим за развитием исключительно ни для чего другого. Мы здесь гости, поймите, понимаете? То есть люди, мы считаем себя хозяевами жизни, фигня. Бог хозяин жизни. Мы здесь только гости. Поэтому вот этот весь смех, моя шубка, моя сумочка, мои деньги, моя квартира. Ну, хочется. Да нет, ничего этого. Ребят, это нам все дается во временное пользование. Вот вы попользовались этим и уйдете. Понимаете? Ну, шуба снашивается, однако. Дальше этим будет пользоваться кто-то другой. Хорошо, мы немножко отвлеклись от вашего творчества непосредственно. Давайте вернемся. Я предлагаю для начала посмотреть отрывок нашего клипа. Давайте. Что же редко мне снится стало, тихая пристань, Что тому виной, что тому виной. Что же Сергей, что поменялось вот с того момента, вот с того выхода на сцену? И вот к настоящему. Ну, это не совсем мой выход на сцену. Это уже, я, слава богу, заслуженный артист России. Ну, сковытиков, то есть понятно, что. Это уже много чего произошло к этому моменту. Что поменялось? Я, кроме прически, ничего не вижу, чтобы поменялось. Но, может быть, я немножко, немножко более осознанно стал подходить к своей жизни. Может быть, так, да? А, кстати, вот вы отсматриваете свои старые клипы, критикуете себя за что-то? Да, да, не критикую, перестал. Вы знаете, я работаю... Работаете над ошибками, нет? Нет, я хотел про бизнес сказать. Я работаю в австрийской компании, да? И я закончил MBA. Меня компания посылала, я MBA заканчивал в Австрии. Вот. Так интересно, актер, певец и MBA, это вообще две несовместимые... А у меня же консалтинговый бизнес финансовый, поэтому это совершенно... У вас хорошо развиты и левая, и правая полушария, видимо, да? Наверное, да, вообще все развито хорошо. Вот, развитый человек, да? И у нас там были тренинги по личностному росту тоже, и был замечательный австрийский психолог. Он же входит там в директорат компании, Михаил Рихтер, вот. И, ну, там, естественно, в Австрии знают, что я артист, меня там очень любят. Поете для них? Конечно, иногда поют. На каком языке? В компании, да, на русском, естественно. А вот, не на немецком же петь, да, пусть они уезжают русский, я это называю. Вот. И, ну, естественно, очень хорошие отношения, там, какие-то личные переписки по электронке, там, и прочее, и прочее. Они отслеживают мои эфиры. Вот меня сегодня показывают там по другому каналу, скажем, по центральному, да, вот. И мне уже из Австрии позвонили и сказали, Рагужин, мы тебя смотрим, да. То есть, вот я ехал в прошлом месяце сейчас, да? Представляете, если после нашего эфира они вам начнут звонить? Да, 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 вот это интересно было. Телефон красный от звонков. Сейчас, вы знаете, слава богу, интернет, он расширил все рамки, и если вы, вас можно посмотреть в интернете и в записи, или в прямом... Вы сообщили своим австрийским друзьям, что вы придете на канал Теледо. Нет, кстати, да, да, не сказал, но я думаю, что если будет запись, они в интернете обязательно посмотрят, потому что они любят это рассмотреть. Ночью будет повтор как раз, можно будет, да, посмотреть. Отлично, отлично, я им сообщу. А вот, тогда пользуясь случаем всем австрийским друзьям. Передаю привет, да. А вот, и я... Естественно, они видели мои клипы, они знают мое творчество, и даже иногда бывают на моих концертах, иногда подгадывают какие-то, значит, свои командировки в Россию для того, чтобы попасть... Вот у меня мюзикл был в мюзик-фоле, они очень хотели попасть на мой мюзикл, а вот не получилось. Но сейчас я точно знаю, что из Австрии приедут на мой концерт 25 октября, мне уже сказали наши, значит, сотрудники там. Да, можно, кстати, уже проанонсировать ваше вступление. А давайте проанонсируем, да. Да, вот 25 октября в БКЗ «Октябрьский» Сергей Рогожин дает свой сольный концерт, правильно все? Так что гости города и петербуржцы, имейте в виду, у вас есть прекрасная возможность послушать хорошую музыку. Я вот смотрю, что в списке гостей как раз группа «Филармония», они у нас были буквально позавчера, позавчера, в мастер-классе. Творчество вообще объединяет людей. Ну, вы знаете, если почитать, кто у меня тут в списке, Людмила Сенчина, Семен Альтов, Татьяна Буланова, Игорь Корнелюк, Татьяна Абрамова из Москвы приезжает, Виктор Салтыков из Москвы, Олег Гаркуша, как же без моего аукционовского прошлого, да. «Филармония», вы уже сказали, из Москвы Андрей Косинский, Марина Капура, из Москвы Константин Легонстаев, на «Дудуке» играет Погасян, значит, Виталий. Тут же не по списку. Да, почему? Виталий Погасян по списку, а у вас в маленьком, наверное, нет, у меня большая версия есть. А, сокращенная версия. Да, значит, дочка композитора Александра Морозова, руководителя группы «Форум» Саша Морозова. Ну, они сами вот изъявили желание приехать. Да. Дело в том, что интернет – великие вещи, как я это говорю, да. Как только я объявил в интернете, что у меня будет сольный концерт, мы же все там в социальных сетях, в фейсбуках, в контактах и так далее, и было даже такое, что уже был проект афиши, который я вывесил в интернете, мне тут же написал Андрей Косинский, которого я обожаю просто, он написал «Серега, я обижен, ты не приглашаешь меня на свой юбилей, да я там все». Действительно, в афише нет Михаила Сергеевича Боярского, он тоже будет, у него в этот день спектакль, но он сразу после спектакля приезжает, он будет во втором отделении. Я очень рад, что и у Танечки Булановой концерт в этот день, и у Корнелюка концерт, они все подтвердили свое выступление в моем концерте. Поэтому, честно говоря, ребят, я вам благодарен безумно, это счастье. То есть это будет программа все-таки такая комплексная, вы будете выступать, и потом какая-то вот уже… Да, безусловно, то есть будут мои премьеры, будет некий творческий отчет того, что я делаю. Уникальность этого концерта в том, что и я, и все гости поют под симфонический оркестр, под управлением Игоря Пономаренко. И, значит, это, естественно, никаких фонограмм, ничего, это полностью живое звучание. Это оригинальнейшая режиссура. Я хочу всех… Ребят, я по диплому режиссер, поэтому у меня нет нанятого режиссера. Я все делаю сам. Все своими руками. Если кто-то был на моих концертах, они знают, что это всегда очень здорово, красиво и интересно. Я открою маленький секрет. Не опаздывайте, пожалуйста, потому что у меня шоу начинается в фойе. Если вы придете заранее, там, допустим, хотя бы в полседьмого, вы попадете на шоу в фойе. И отключите все свои мобильные телефоны. В фойе ради бога. Кстати, Сергей, вы действительно… А вы в курсе, что ваш канал снимает вообще это дело все, да? Да вот мы увидели это же, конечно. Мы внимательны. Непрямая трансляция даже будет. Зачем вы об этом говорите? Народ перестанет билеты покупать. Ладно, не будем раскрывать всех секреток. Сергей, действительно, вы один из немногих артистов, который поет вживую. Как вы относитесь к другим артистам, которые, к сожалению, не часто радуют зрителей? Просто к артистам, которые предпочитают искусственный голос. Я не отношусь, потому что я не их продюсер. Я не получаю дивиденды от того, что они делают. Если они собирают… Это как-то зависит дивиденд? Если они собирают публику и публика голосует рублем, да ради бога. Это же, в конце концов, вкус публики немой. Люди проголосовали рублем. Пришли, купили билеты. Ну, сидите. Вы дома можете посмотреть это на видео или включить магнитофон. Будет все то же самое бесплатно, да. Я не договорил об Австрии. Ребята, давайте закончим мысль, а то я не люблю бросать. Так вот, я с Михаилем Рихтером говорил. Я ему показывал свои фотографии. Я говорю, Майкл, я смотрю на свои фото в 10-летней, 20-летней давности. Да, вот как сейчас на это видео. Не вижу разницы. Нет, нет. Я как раз тогда видел разницу. Я сейчас ее не вижу, видимо, поэтому так и выгляжу. Значит, я говорю, я думаю, боже мой, как же я не ценил то, что я был таким интересным. Вот я смотрю на себя, ну, это действительно, я вижу красивого человека, молодого, красивого, интересного. Но я это не ценил. Он говорит, Сережа, тебе сейчас сколько? Я говорю, 50. Он говорит, как можно больше фотографируйся. И через 10 лет ты будешь смотреть на эти фотографии и говорить, боже мой, почему я не ценил тебя? Понимаете, у нас каждый раз. Дело в том, что счастье – это сейчас. И ценить нужно это сейчас. Никакого счастья в будущем не существует, господа. Счастье сейчас. Оно существует в настоящем. Только в настоящем. Только. Если мы можем ценить настоящий момент и прогнозировать свой будущий момент, это замечательно. А если мы бесконечно будем сожалеть о том, что прошло и уже не вернуть, будет как у Мэрил Стрип. Можно только порадоваться, что это было, и радоваться настоящему. Конечно, и поблагодарить, поблагодарить. Мне бы хотелось вернуться к стабильности. Да, мы завели такой разговор, что для актера, для певца важна стабильность. Но мне бы с точки зрения востребованности бы хотелось поговорить. Я когда учился в телевизионной журналистике, там как-то у нас были занятия по телевизионному гриму, и туда пришел один из ведущих, такой достаточно известный. Он спрашивает, а чего на гримеров учитесь? Мы такие, нет, на ведущих вам смена растет. Вот, учите историю русский сначала. Вот этот страх конкуренции и страх язык. Ну, для журналистов. Я просто веду к тому, что вот этот страх забвения для того человека, который сейчас, что придет вырастить молодое поколение, вообще в принципе страх забвения, что тебя могут забыть зрители. Вот для актера это, наверное, самое страшное. Ну и для известного человека, который любит выступать на публике. Вы знаете, есть любовь зрителя, есть популярность, есть публичность. Это очень разные вещи. Можно быть публичным человеком, как Синя Анатольевна Собчак, например. Другое дело, каким образом это достигается. Или там есть персонажи, типа Стас Борецкий какой-нибудь, или Джигурда, и так далее. То есть это фрики, на мой взгляд. Фрики, фейки, и так далее, и так далее. Люди, которые занимаются, ну, бог знает чем, лишь бы быть именно популярным. То есть быть популярным, быть у всех на устах, быть на обложках таблоидов, быть обсуждаемым. Это очень важно, быть обсуждаемым, да. Я к этому не стремлюсь. Правда. Я считаю, что... Ребята, вы не представляете. Вот был сейчас, буквально недавно, как же это, конкурс композиторов имени Андрея Павловича Петрова. Да, у нас как раз были гости. Да, происходило это в капелле. В первом отделении как раз были конкурсанты-композиторы, и Анатолий Владимирович Кальварский, с которым я сейчас работаю очень плотно, выставил туда песню «Музыка» на конкурс в моем исполнении. Ну, в данном случае исполнитель не важен, потому что это, опять же, повторяюсь, не конкурс вокалистов, а конкурс композиторов. И вот в капелле с замечательным, совершенно гениальным оркестром капеллы это наслаждение работать с этим оркестром. Это такая мощь и такое звучание, что просто на этот звук ложишься, как на подушку, и балдеешь. Песня очень сложная. У меня жена и дочка, я их даже не сразу пригласил, их пригласил Кальварский потом. То есть они знали, что я выступаю, а мне Кальварский говорит, а вы что, Свету и Сашу не приглашаете? Я говорю, ух ты ж, ешкин кот, вот надо же до собой. А он говорит, да я уже пригласил, я позвонил, говорит, все нормально. И, значит, мы потом домой ехали в машине, и мне жена сказала, говорит, ты знаешь, мне даже трудно представить, кто бы это еще спел, вот эту песню. Потому что там высшая математика просто, понимаете? Там темп меняется, тесситура меняется, это что-то. То есть Кальварский вложил все, это, значит, умение композитора. Но к чему я? Выходили, это сборный концерт, естественно, да, то есть мой номер был шестым. И когда объявили, что песню музыка поют Сергей Рогожин, ребят, был такой шквал аплодисментов, я первые секунды, у меня чуть слезы из глаз не брызнули, а мне, я так застеснялся, то есть я начал вот выходить, пробираться между музыкантами, и я почувствовал такую волну любви публики, и мне стало так от этого хорошо и спокойно, и я вот на этом, на всем, я выдал даже, наверное, еще процентов на 20 больше, чем я мог бы выдать в этот момент. Сергей, вот это и есть признание. Спасибо, что сегодня к нам пришли побеседовать. Я надеюсь, что вы еще не раз к нам заглянете, но и вот не перестаю убеждаться, что у вас требованность определяется, наверное, тем, что нужно уметь что-то очень профессионально делать. Вашей энергетикой можно просто подпитываться. И хотя бы что-то, включайте утюги, телевизоры, да, я все это заряжаю. Приглашаем еще раз всех на концерт Сергея Рогожина, который состоится 25 октября в Петербурге, в БКЗ «Октябрьский». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова